Добрый день, дорогие друзья! Мы с Вами на очередном виртуальном уроке. Я и мой товарищ и помощник Саша Козлов, он будет получать Ваши... Я уже вижу, у него там есть какие-то вопросы. Ну и мы сначала начнем с Вами сегодняшнюю статью, очередную статью из книги «Зор». Называется она «Замок и ключ». Пункт сороковой в книге «Зор», страница 351 по книге «Зор», вот этой вот, 351-я страница, статья «Замок и ключ». Статья очень такая, я бы сказал, немножко коварная. Почему? Дело в том, что Творец создал нас в противоположном Ему желании получения, сам Он находится в желании отдачи. И сделал это для того, чтобы мы, оставаясь в желании отдачи, в желании получения, были противоположны Ему, то есть продолжали бы существовать. И это желание мы не могли бы ничего сделать. Оно все время находится в нас, проявляется в нас во все больших и больших своих величинах и требует все большего и большего своего наполнения, реализации. И чем этого желания в человеке проявляется больше, вплоть до меры бесконечной, равной тому свету, который представляет собой Творца. Так вот, чем это желание в нас больше, чем считается человек больше? По модулю. То есть, если это желание с намерением ради себя, то оно отрицательное, противоположное Творцу, но большое. Тогда человек большой, злой, эгоистичный. Если это желание с намерением ради отдачи, то человек положительный, подобный Творцу, альтруистический. То есть, желание, оно остается постоянным и только меняется его применение для себя или ради окружающих, или ради Творца. То есть, ради других. В чем заключается здесь, в принципе, эта инверсия, которую мы должны с вами над собой совершить. То есть, раскрыть в себе полное такое эгоистическое желание, полностью, полностью, которое направлено ради себя. Определить его зло. То есть, если я нахожусь в нем и все время забочусь только о себе, внутрь себя, то в таком случае я ограничен рамками ощущения в этом желании, внутри этого желания. Я создан в нем изначально, и поэтому я считаю, что это оно мое. На самом деле, это просто ошибка моя. Я просто не понимаю, что есть что-то другое, и не понимаю этой своей ущербности, временности, просто того, что я нахожусь в определенном существовании, которое я просто изначально ошибочно считаю своим, личным. А на самом деле существует еще другая возможность ощущать себя вне себя, когда ты не ограничен, когда ты свободен от своего эгоизма, не обязан его наполнять никак. И тогда ты ощущаешь вечное совершенное существование, не ограниченное этими самыми маленькими десятью, этими первыми сферотами, которые существуют в нашем духовном порцове, тоже духовный порцов, который называется наш мир. То есть, мы, в принципе, где мы находимся? Мы находимся всегда в десяти сферотах. Нет ничего, кроме этого. Изначально мы с вами знаем, что Творец создал свет, создал нас по четырем стадиям прямого света. И вот эта вот структура, это корень, кетер, хухма, бина, зерампин и малхут, эта структура, она обязательна, и от нее мы избавиться никак не можем. Она является ячейкой постоянной, которая не может измениться. И даже в нашем мире мы находимся в этих десяти, или пяти, или десяти, мы разлагаем ее на десять, этих десять сферот. И сейчас с вами только эти десять сферот, которые в нас сейчас раскрываются, они направлены в себя. То есть, я хочу насладиться в себе. И в таком случае, мое желание заключается внутри себя, и оно ограничено именно только мной, только тем, как я его наполняю, что я в нем ощущаю. Эти десять сферот, после того, как они себя исчерпывают, обычно это мы называем, это ощущение мы называем семидесятью годами жизни. После этого порцов, что называется, миздахех, его структура исчезает, мы как бы ее реализуем в эгоистическом виде, и начинается следующая структура. И ее мы реализуем в эгоистическом виде, и следующая структура. И так мы переходим от структуры к структуре, и только на этом нашем уровне мы не поднимаемся кверху. Мы наполняем себя, затем исчезаем, то есть тело наше умирает, наполняется в следующий раз, снова умирает и так далее. И так мы с вами существуем на плоскости нашего мира, ничего в этом не происходит нового. И мы действительно не ощущаем себя существующими вечно, переходящими из стадии в стадию. Нам рассказывают о том, что существуют вот эти кругообороты душ, но на самом деле для нас они абсолютно не ощущаемы. А подняться вверх мы можем на следующий уровень, тогда, когда мы выйдем из себя. То есть когда мы начнем работать, не получая в себя, а пропуская через себя, то есть свет будет проходить через нас и к другим, тогда я буду ощущать наслаждение в других, во вне меня, работая сам собой. То есть я буду как бы источником наполнения других, и в это время я буду ощущать вот этот вот безграничный, бесконечный вне себя мир. Сам я останусь таким же, как и сейчас, в моих маленьких десяти сферотах. Но я остаюсь таким для того, чтобы наполнять весь этот бесконечный мир, и поэтому становлюсь в итоге таким же, как он, бесконечным и пропускающим через себя весь этот свет. В таком случае мы начинаем подключаться к этому высшему миру от нас, всему, что находится вне нас, постепенно, по 125 ступеням. То есть я расширяю постоянно себя по пяти частям, называемым мирами, там, парцифим, сверот, расширяя, расширяя, расширяя все время область, в которую я отдаю, 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 по сути дела присоединяю ее к себе. И таким образом я расту. В таком случае, если я постоянно расту и вне себя, то мое желание, оно уже не находится на уровне поглощения, и поэтому ощущается мною, как умирающее. Оно ощущается мною, как и внешнее, то есть вечно существующее. И поэтому, независимо, нахожусь ли я в этих десяти сферотах или не нахожусь в них, я уже ощущаю вечное существование. Так вот, наша статья «Замок и ключ», она, мы попытаемся понять, каким образом она нам раскрывает в эту возможность на каждой ступени обрести более высшее состояние. Вот как выйти из себя, как добавить к себе свойства Творца. Его образ притянуть немножко к себе, одеть на себя, еще более подобным ему, еще более широким, еще более выйти из себя. Каким образом это делается? Мы с вами изучаем это в системе строения миров. Когда свет из мира бесконечности, он прошел через мир Адам Кадмон. Под этим миром он вошел в систему через ограничения, значит, из мира бесконечности. Мир бесконечности. После этого был цим-цум-алев, первое сокращение. Из этого первого сокращения здесь у нас есть П. П, такая граница, где начинается П с порцуфа Гагальты, а потом есть Табур. Вот после Табура происходит появление мира Ацелут. И в этом мире Ацелут закладывается основа, где творение может обрести состояние Творца. Мы в нашем мире с вами этого не ощущаем, но это происходит с нами тоже. Потому что в нашем мире мы с вами развиваемся, когда мы развиваемся, как маленькие дети, мы развиваемся в приобретении, в обретении того, чего в нас нет. До какого-то юношеского возраста мы все время развиваемся в состоянии незнания, непонимания, широко открытыми глазами. Мы воспринимаем мир, просто вот как он есть, мы стараемся его воспринять. А как он? Абсорбировать его в себе. Изучая, не понимая. Как ребенок, не понимая, произносит слова, учась от вас, автоматически все повторяет, и при этом приобретает все новые и новые ступени, навыки. А когда он становится уже взрослым, то начинает уже накапливать в себе наполнение и знания, и при этом он перестает развиваться. Он просто проходит уже процесс наполнения тех объемов внутренних, свойств, ячейк памяти, которые развил в детском возрасте. Так же и мы с вами в духовном развитии идем вперед, совершенно не зная следующего своего состояния. И поэтому мы именно развиваемся. А вслед за развитием каждый раз получаем наполнение. И снова у нас есть развитие на следующую ступень, не понимая, как и для чего, и зачем, ничего не зная о ней. Обретаем эту следующую ступень, как ребенок в нашем мире, вот так, через окружающее какое-то, через кожу. Вдруг. И потом начинаем ее наполнять, понимать, и так далее. И вот так постепенно мы поднимаемся развитием ощущения, кли, и затем его наполнения. И снова развитием ощущения кли и наполнения. Или мы можем это выразить в виде падений и подъемов, или мы можем это выразить в состоянии, когда мы идем верой, а потом знанием, и снова верой, и потом знанием, и так далее. Так вот, это наше восхождение, оно основано на устройстве, которое в мире Ацелут заранее спроектировано в парцюфе, который называется арихампин. Это длинное лицо, такое длинное устройство, лицом называется свет хохма, свет мудрости, когда он разлагается на много-много своих различных подступеней. И там очень много сложных всяких систем, и они изучаются и очень запутанно, очень сложно. Это годы требуется на то, чтобы действительно начать немножко представлять, как работает эта система года. Я имею в виду где-то 15-20 лет, и то, в принципе, все равно очень много непонятного, вопросы остаются без ответов. Ответов, если точно в книге нет, не прописано, если ты их не постиг, то ты никогда не узнаешь точно ответ, потому что в духовном это всегда непредсказуемо, не по нашим предыдущим или земным, тем более представлением. Так что мы нарисуем этот порцов Ари Хампин и просто покажем в нем самое главное. Этот порцов Ари Хампин он состоит из кетархухма, бина его выходит наружу, под его П. И далее идет еще у него Зарампин и Малхут, как обычно. Вот это разделение, когда бина выходит наружу, оно обязывает все низшие порцов им, которые поднимаются из нашего мира, разделить себя на на тоже кетархухма, бина отдельно, Зарампин и Малхут и действовать, строить себя вот таким вот особым образом. к чему это? Чтобы поднимаясь и обретая новые свойства, человек мог бы раскрыть в нем, в этих новых свойствах, в своем новом облике совершенно иною конструкцию, которая в нем не находится изначально, которая будет творец в нем, того, чего вначале в нас и нет. То есть дать нам возможность не просто вырасти большими или умными, не просто вырасти в свойстве получения или в свойстве отдачи, а дать нам возможность обрести иную природу. Это в принципе то, что мы на каждой ступени на этой духовной получаем возможность. Давайте начнем читать. По ходу дела найдем, может быть, с вами еще какие-то слова, чтобы подтвердить это все. Замок и ключ. Пункт 41. Раби Хи и Раби Йоси шли по дороге. Ну, шли по дороге, это значит поднимались по духовной ступени. Когда приблизились к одному полю, полем называется определенное проявляющееся перед человеком желание, вот он поднимается из нашего мира в различные плоскости, так, и вот пришли они к одной определенной плоскости, поднявшись до определенной ступени. как только они к нему приблизились, сказал Раби Хи и Раби Йоси. Когда говорится Барашид, сотворил шесть, это первое слово в Торе, берешид, в начале, имеется в виду, конечно, берешид, потому что шесть высших дней светят, то есть Зарампин, а остальные, то есть Гардобина скрыты, то есть когда они приблизились к этому полю, то он раскрыл, говорит, Бара Шид это шесть, создал создал шесть свойств и не более того, то есть вот они раскрыли эти шесть свойств. А все остальные свойства спрятаны выше. Почему же это так сделано? Почему они скрыты? Потому что скрыта вот эта бина, то есть Зарампин, он состоит из шести свойств, Малхут это душа наших двух товарищей праведников, которые нам рассказывают о том, что они постигли, это Рабьеси и Рабьехи, это из учеников Раби Шимона, автора книги Зоор, которые вместе с ним писали эту книгу Зоор, причем это великие каббалисты. Так вот, он говорит, что специально создано такое разделение в высшем мире, где кетер-хухма отделены, и гарда-бина свойства бины отделено, и только лишь мы находимся в зад-добина. Как же мы можем дальше действовать? Он говорит, Зоорампин мира целут называется Тора, шесть высших дней, и мы можем постичь только вот эту часть Зоорампин, то есть маленькую часть, шесть из десяти сферот, самую низшую, ее систему. И это подчеркивается слове берешит, сотворил шесть, то есть Зоорампин получает от бина только шесть сферот, кахап или хагат наи, а гарда-хухма, она остается сверху, то есть кетер-хума-бина остается сверху, Зоорампин это хэсет-гвурати-ферет, нецеход-есот и малхут, которые получают от них. Вот так устроено. Почему это так устроено? Так устроено для того, чтобы мы, когда поднимаемся снизу, начали бы так же себя ограничивать, потому что когда мы поднимаемся снизу, у нас наше эго, оно проявляется во всей мощи и дает нам все десять сферот. А мы должны себя построить, как мы уже говорили, как в случае с ребенком, когда мы специально себя ставим в такое состояние, когда всю нашу эгоистическую часть, вот допустим, вот смотрите, есть у меня мое тело, которое состоит из головы, из мозгов и из желания, то есть вот это наше желание. А это разум. Это мы называем телом, не наше мясо. Так вот, в чем заключается этот принцип? Мне надо сменить мою голову. Систему управления. В этом заключается вся эта система, когда отрывается сверху, мне не дается управление на кетрах ухмабина, мне дается только низшая система, я могу к ней приспособить свое желание, вот перенести его сюда же, я могу это сделать, подчинить себя полностью новой голове. и тогда, если я по такому принципу развиваюсь, то есть полностью отменяю свой разум и пытаюсь подвести себя под высшего, как ребенок в нашем мире, он готов подчиниться взрослому, для того, чтобы понять его, для того, чтобы приподняться, научиться от него, то есть овладеть его взглядом на мир, тогда приходит разум вот этот вот скрытый здесь, в кетраху ухматери сбину, и я получаю следующую голову, то есть уже номер два, вместо этого номер один, который был у меня. Но сказано в тайнах Берешит, что скрытый святой, это порцов скрыто святой, здесь он находится сверху, называемый атик, мы с вами говорили тоже о нем не раз, атик от слова наитак, то есть исчезающий из нашего постижения, поэтому он закрывается скрытый святой, утвердил законы в бене, в скрытом и тайном, то есть в порцове, в малхот порцове, атик, являющийся порцовом с первого сокращения, поднявшийся в бену и убравший ахаб арихампенан ниже его головы, я сейчас все это объясню, и тот же закон, который утвердил в бене, утвердил, скрыл в нем и все спрятал под одним ключом, и тот ключ спрятал в одном зале, и хотя все спрятано в том зале, самое главное находится в том ключе, потому что он все открывает и закрывает, то есть в чем же находится это условие к следующей высшей ступени, находится в том, чтобы я на своей низшей ступени смог себя по тому же формату подобрать, как входит ключ в отверстие, замок, он точно должен повторить все формы прохода в это отверстие, это с одной стороны, при входе в отверстие, и затем он должен суметь быть в таком состоянии, когда он проворачивает, то есть у него существует две плоскости работы, одна плоскость работы ключа, когда он адаптирует себя к самому отверстию, к высшему, к высшей системе, и вторая плоскость ключа, когда он работает своей плоскостью, когда он поворачивается, когда он становится сопрягающимся, не просто допускающимся выше порцов, а начинает вместе с ним совместно работать, открывать эту систему, и это открытие следующей системы происходит при их совместном действии, то есть первое действие, когда всовываешь ключ, это ограничение, ты проходишь ограничение в высшем порцове, а следующее действие, когда ты открываешь, ты с ним уже взаимодействуешь, так вот, то же самое происходит здесь, когда человек убирает свой ахаб и включает в себя только гальгальта и наим, то есть он остается только в отдающих келим, ведь мы в нашем мире из состояния абсолютного эго должны подняться и обрести сначала состояние гальгальта и наим, это свойство бины, которое вот здесь вот специально оно отрезано от высших свойств для того, чтобы мы всунули как бы ключ в замок. Мы должны для этого полностью аннулировать свое эго, постепенно, поступенчато, в течение пяти ступеней мы это делаем. Обретаем свойство отдачи. Отдача. Поднимайте до свой ступины. первое свойство вошли как замок получает ключ, так вот эта вот ступень получает нас. Полностью всунули себя в нее, адаптировали. Наш эгоизм остался здесь, наше желание включено здесь в гальгальта и наим. Мы таким образом обрели гальгальта и наим. То есть мы адаптировали свою форму под высшую форму, но еще не начали вместе с ней работать. Завар тут нам объясняет это очень подробно. Я не смогу, если так объяснять, как он, это мне понадобится несколько часов. Причем этот ключ, как он говорит, спрятан в одном зале, зал это бина. То есть каким образом я обретаю этот ключ? Когда я вхожу туда, я же не понимаю, каким я должен быть. Мы с вами не понимаем, что значит обрести какую-то форму духовного в мира. То есть я, когда поднимаюсь сюда, я в то же время становлюсь как ребенок. Я хочу, чтобы этот высший сделал бы во мне правильную форму. То есть одновременно мое вхождение высшего, оно не заготовлено мною в этом мире. В этом мире я просто материал. Здесь я материал. А входя внутрь, я как бы обретаю его форму. Он делает из меня ключ к себе. И когда я полностью могу над своим эгоизмом работая, отдать ему свой материал, чтобы он сделал из меня эту форму, тогда я обрел форму ключа, но еще не работаю вместе с ним. То есть я в нем уже нахожусь и не образую в нем каких-то возмущений, помех с моей стороны. Нахожусь в нем как, ну, допустим, зародыш в матери, когда он не мешает. Наоборот, весь ее организм настроен на то, чтобы взрастить его. Отдать ему все лучшее, все необходимое. Вместо того, чтобы, как обычно, чужеродное тело, организм начинает отторгать, выбрасывать из себя. А здесь получается обратная реакция. Так вот, она получается благодаря тому, что я аннулирую свое эго, и таким образом из меня выше делает ключ. то есть формирует меня под себя. заранее не знаю, каким образом я должен стать таким, как он. Ну, и когда порцов получает свыше силы противодействия эгоистическим желанием своим келим Ахаб может получить ради Творца, это значит, что он приобрел экран против своих желаний, и может с ними также работать на Творца, тогда он возвращает свою Малхуд в Никвейнаем, то есть, ну, тут Зор говорит о том, что мы состоим же с вами, как мы изучали, из Гальгальтайнаем, это Кетер, Хохмабина, и из Ахаб, это Зерампин и Малхуд. Так вот, от меня эти Зорампин и Малхуд мы сначала получаем Гальгальтайнаем, Кетер, Хохмабина, Высшего Порцуфа, это и называется ключ. Первоначальный, еще не работа, а только вхождение внутрь. Таким образом, только Малхуд, стоящий в Никвейнаем, когда мы поднимаем в этот Малхуд в Никвейнаем, в новое ее состояние. Открывает или закрывает нам доступ светов Порцуф и таким образом подводит нас к подобию Высшего Порцуфа, где все зависит уже только от соответствия наших уровней ключа и замка. А на самом деле замок, он находится вот здесь. здесь мы только делаем ключ к нему. В этом, в том зале скрыты огромные сокровища, одни над другими. В том зале есть наглухо закрытые ворота, чтобы закрыть доступ света. Эх, этих ворот, 50. Разделились они по четырем сторонам и стали 49, потому что у одних ворот нет стороны и неизвестно, они наверху или внизу, а потому остались они закрытыми. Так говорит Зор в 43 пункте. То есть есть много видов работы в этом замке. Это не просто у нас замок, который вот так вот поворачивается. Знаете, сколько есть возможных таких видов открытия, ведь здесь уже идет речь не о подобии, когда ты находишься в высшем так, что ты ему не мешаешь. Зашел в эту замочную скважину, не мешаешь ему. Здесь сейчас начинается процесс, когда ты его открываешь. Это совсем другое. Открываешь, это значит, ты совпадаешь с ним по его работе, по его свойствам. Не просто находишься в нем как маленький, как пропадающий, как зародыш, или ну даже только что родившийся, новорожденный, а ты уже начинаешь работать с его свойствами, приобретать его свойства, работать совместно с ним, добавляя к нему свой материал, свои желания. Так вот, он говорит так. Здесь человек обретает уже голову, как мы с вами раньше говорили, духовного порцуфа. Он должен сейчас уже, после того, как поставил себя на после того, как обрел 248 свойств высшего порцуфа, это когда он становится незаметным в нем, адаптирующимся в нем, то есть изменил свою материю под него, это называется приобрел его 248 свойств, сейчас он начинает работать, приобретая в нем еще 365 новых свойств, это когда он проворачивается в его внутренней полости, при этом приобретая все, что есть в высшем порцуфе. Представляете, вот вращается ключ внутри, он при этом как бы сканирует все, что находится во внутреннем высшем порцуфе, внутри высшего порцуфа, и строит себя под это, не просто ключ открывает, но он остается таким же, здесь каждое движение, оно вызывает приобретение свойств высшего, причем приобретение свойств это в духовном это не так, конечно, как в нашем мире, это когда именно сейчас в данном состоянии, на этом условии, когда человек работает со своими желаниями получения, и тут здесь он приобретает свойства обретения, свойств отдачи, а здесь получения света, здесь человек начинает обретать, он учится действиям творца и одновременно их выполняет, одновременно учится и одновременно выполняет, причем, ну, как сказать вам, ну, это подобно как в нашем мире, разве можем мы научиться, разве мы заранее учимся, как быть взрослыми, как быть родителями, как рожать детей, как что-то вообще делать во взрослой жизни, мы же не проходим это как учеба, а потом выполняем на самом деле, мы одновременно и учимся, и выполняем, так устроен наш мир, потому что так устроено в духовном мире, то есть проворачивая ключ в замке, мы на самом деле обретаем свойства творца на месте, тут же их выполняя, в себе и таким образом становясь тут же ему подобными, то есть наше исправление, включение внутрь, наше действие совместное с ним, с высшим порцовом, наше обретение его свойств, становление такими же, как он, слияние с ним, оно происходит, все это происходит одновременно, нет разделения на множество действий, вот я сейчас учусь, а потом я буду выполнять под копирку пишу или черновичком, такого нет, и в нашем мире тоже, вы видите, мы не проживаем нашу жизнь, проживая один раз, после этого мы можем вернуться и наконец-то с нашими новыми знаниями, с опытом прожить ее по-другому, если бы мы так могли сделать, сколько бы мы ошибок может быть уже не совершили, или мы бы убедились в том, что все равно несмотря на что совершаем те же ошибки, это еще неизвестно, так вот, все это исходит из духовного мира, когда мы одновременно должны делать все эти действия, почему? В нашем мире это непонятно, потому что логично, я бы сделал, я всегда тоже говорю ребенку, мы же говорим детям, не делай так, смотри, как мы тебе говорим, мы это прошли, мы это изучили, мы советуем вот так-то, так-то, у тебя еще нету головы, вот возьми мою голову, вот смотри, как надо делать, как правило, дети не слушают нас, как и мы не слушали своих родителей, почему? Это исходит из высшего мира, потому что в высшем мире мы должны идти верой выше знания, мы не должны идти с чужими мозгами, и в том числе и с собственными, в высшем мере мы этих ошибок не делаем, потому что мы перенимаем мгновенно от высшего порцов и его голову, работаем с его головой вместо нашей, и тут же включаем, и подключаемся к ней, то есть она становится и нашей, потому что обрели до этого свойство отдачи. В нашем мире, к сожалению, этого нет, потому что наш эгоизм остается. Так вот, в том зале скрыты огромные сокровища, в этом вот следующем, 365 действий, где мы должны совершить, одни над другими, есть наглухо закрытые ворота, чтобы закрыть в нем доступ света, их 50, этих ворот, разделились они по четырем сторонам и стали 49, потому что Малхот остается еще одна, и она остается постоянно закрытая. То есть я могу пользоваться 49 свойствами, 7 умножить на 7 свойств вот этих вот Зарампина и Малхот, которые поднимаются к нему. Зарампин у меня 6 свойств и вместе с Малхот это 7, Зарампин это Хезет Гврат Тиферет Неца Ход Есот, Малхот седьмая это Малхот, вместе их 7 и помноженные на их 7 частных сферот это 49, а 50 это когда я поднимаюсь в Бину и прохожу ее. И тогда я уже вхожу в выполнение 365 новых действий и поднимаюсь в 50 ворота, так называемый Шар Нун. Шар это ворота, Нун это 50. Есть такое понятие, вы может быть читали это даже в других книгах. И вот пишет он здесь дает комментарий, что отсутствие 50-х ворот Зевуга на саму Малхот, то есть Малхот сама, она не участвует в этом, мы знаем, что до Гмартикуна мы можем использовать только Малхот, которая поднялась в Бину, а саму Малхот использовать не можем. Так вот, поэтому Шар Нун, он полностью для нас закрыт. И поэтому говорится, что 50 ворот этих Бины, 50-е ворота, они постоянно закрыты, потому что Высший Свет моего, который в 50-х воротах на саму Малхот, весь Свет Бесконечности, мы сможем получить только так, когда достигнем все, абсолютно все души полного исправления которое называется 6000 лет, то есть когда мы пройдем с Вами все 6000 ступеней, а что значит 6000 ступеней? 6 ступеней зарампина, который пройдет Малхот, а 1000 это называется свойство Свет Хохма, он называется 1000, это его мощность, и поэтому такое состояние называется 6000 лет. В тех воротах есть один замок, и узкое место, чтобы просунуть с него ключ, не записан, а узнаваем только по записи ключа, о чем не знают в том узком месте, а только в самом ключе. И об этой тайне сказано Берешит Бара, Элоким, вначале создал Творец. То есть вначале это ключ, и все, что скрыто в нем, он открывает и закрывает, и шесть ворот включает в себя тот ключ, открывающий и закрывающий. Когда закрывает те ворота, заключает их в себе, ворота сами по себе входят в ключ. То есть написано, поэтому написано вначале, то есть получает в себя. Бара создал, то есть вот эти свойства, которые получает в себя, они создают его форму и достигает свойства Элуким, свойства Бины, свойства Творца. Ну, я не знаю, что тут можно добавить, получилось немножко как-то так сумбурно. Говорится об очень непростом, таком деликатном изменении в Творении, когда оно поднимается и обретает свойства Творца. Чего в нашем мире нет, невозможно тут дать никаких аналогий. Когда Творение остается самим собой и одновременно обретает свойства Творца, можно говорить, что о внешнем каком-то виде, который оно обретает или обретает разум Творца, но это все в принципе патент очень интересный здесь есть. Творец, создав, создав, причем своей силой, создав творение, создал в нем возможность сотворить из себя Творца. И эта возможность, она самостоятельная. Вот передать это практически невозможно. Книга Зор, как и всяко была, она говорит о том, как вызвать на нас проявление высшего света, который нас будет поднимать и по мере подъема, мы и поймем о чем говорится. Сейчас, когда мы с вами находимся вообще ниже всех этих ступеней, говорить о новых разумах, о новых измерениях, о совершенно иной логике, которая нам не присуща, о тех впечатлениях, которые не существуют в нас сегодня, конечно, это очень сложно дать какие-то аналогии того, чего в нашем мире нет. Но все равно что-то мы с вами как-то понимаем, что-то изучаем, притягиваем на себя высший свет, постепенно он нас исправляет. Конечно, не войдя в эти состояния, понять, что там происходит, невозможно. Потому что понимание, оно происходит в желании и в разуме. и желаний у нас нет тех, которые на тех ступенях, они совершенно иные. И разум у нас нет такого, который проявляется на тех ступенях, потому что он другой. Это другие расчеты, другая математика, другие ощущения, другие измерения. это вне рамок времени, пространства и тех, как сказать, ценностей, которыми сегодня мы оперируем. Давайте попробуем, может быть, мы сможем добавить что-то к этому на ваших вопросов. Поступает много вопросов, и сегодня очень много новичков собирается на своем интернете. Я как раз взял такой сложный материал. Это каждое воскресенье. У нас всех воскресных уроков, сейчас вы видите на экранах сколько людей, и в центрах, и в интернете очень много приходит к нам. В частности спрашивает из Кременчуга, ученик, который занимается на курсах, что значит ощущать вне себя? Ощущать вне себя, это значит, вот представьте себе, я даю просто примеры из нашей жизни, ничего нельзя иначе придумать. Вот если у меня есть, вот представьте себе мать-ребенка, когда мать чувствует ребенка больше, чем чувствует себя. Вот все, что в нем, все, что он, это для нее самое главное в жизни. Маленький ребеночек на ее руках, это для нее все. Она ничего не видит вокруг, она смотрит только на него. Вся забота только о нем. Ничего больше в мире не существует. Так что создано природой. И поэтому самое главное не то, что чувствует она, а то, что чувствует он. Здесь вот нам дана такая картина, из которой мы можем себе представить, что значит чувствовать вне себя. с одной стороны это живое постороннее тело, которое живет своей собственной жизнью, с другой стороны то, что происходит в нем, это важнее мне, чем то, что происходит во мне. Вот если я так начинаю относиться к миру, то я себя перестаю ощущать. На самом деле я таким образом вызываю на себя высший свет, но в случае матери и ребенка этого нет, потому что это на животном уровне. В природе так запрограммировано. А если я таким образом добиваюсь моего отношения к миру, когда все, что происходит снаружи, мне важнее то, чем происходит со мной, тогда я теряю ощущение своего этого тела. И начинаю ощущать тебя существующим просто разлитым во всем мире. И начинаю тогда ощущать не этот мир, а его высшее свойство Творца. И то вечное течение, которое этот мир наполняет. Но нами, сегодняшними эгоистами, потому что мы не вышли из себя, это не ощущается. И тогда человек чувствует себя существующим вечно. потому как не зависит ни от того, что в нем. Даже его тело, оно не ограничивает его ощущение этой вечности. Мы с вами изучаем восприятие реальности. Все, что мы воспринимаем, воспринимаем в нашем желании. если наше желание, оно наше, эгоистическое, то эти десять сферот, как мы говорили вначале, они развиваются и затем заменяются следующими, заменяются следующими. Каждый раз при замене одних десяти сферот на другие мы чувствуем, что мы умираем. Это ощущение в нашем желании ведь это происходит. И тело это является как бы ощущением в нашем желании существующем. А если мы выходим из себя, то мы ощущаем себя существующим как бы в другом теле, в другой материи, в другом желании, вне себя. И это желание, оно тоже все время меняется, перетекает из одного в другое, но в нем существуют изменения, как мы изучаем с вами в науке Каббала. То есть перетекание из порцов в порцов. Когда один массах, он только лишь развивается все больше и больше и больше. Вместе с желанием, которое становится все больше и больше. Поэтому человек ощущает себя постоянно существующим и постоянно растущим. Вот выйти из рамок нашего мира и начать ощущать себя вот таким вот вне себя существующим вечным это наша первая с вами задача. А потом уже мы начнем в соответствии с этим ощущать как дальше расти. Вот вплоть до того, что дорастем до состояния ключа и откроем эту пятидесятую дверь ворота и выйдем в полное исправление. Мэри из Лос-Анджелеса спрашивает вас. Я иногда ощущаю такое состояние какой-то тяжести или ощущение тяжести. Что это такое? Может быть это ощущение моих прошлых воплощений? Спрашивает она. Ну тяжесть все ощущают. Что за мэрию что она там такая избалованная ощущает тяжесть. Вот давай встретимся на конгрессе и поговорим об этом. тяжесть смотря от чего это вопрос очень такой внутренняя тяжесть она происходит от того что человек еще не нашел в себе контакта с высшим миром. Как только находишь с ним контакт он просто тебя поднимает ты начинаешь парить как на воздушном шаре или как сидящий на какой-то птице. А до этого до нахождения вот этого контакта то чувствуешь себя висящим может быть на надбездной оттуда вот отсюда вот такое состояние тяжести. Это действительно очень тяжело даже пошевелиться. Это точно. Но мы поговорим об этом. Вопрос из группы Лондона. Кто это? Лондон групп BB United Kingdom. Что мы должны просить во время урока ЗОАР чтобы эта книга на нас положительно воздействовала? Мы сейчас изучаем очень много уроков по ЗОАРу потому что эта книга самая сильная по своему влиянию на нас. Что мы должны просить только одного чтобы тот высший свет который создал наш эгоизм помог нам именно приподняться над этим эгоизмом специально. Он создал нас эгоизм чтобы приподнимаясь над ним мы создали такой перепад напряжений между собой поднимающимся и своим эгоизмом и вот в этом перепаде напряжений чтобы мы обрели новое кли новое состояние новое желание новое ощущение. Так вот ЗОАР может это сделать в нашем мире только высший свет может что-то изменить если мы себя не будем изменять с помощью высшего света то мы останемся всегда в состояниях вот этого нашего мира вот здесь существующими умирающими рождающимися снова и снова и снова только высший свет может нас приподнять и мы начнем уже выходить из себя и ощущать ощущать новый мир то есть состояние вне себя это на самом деле наше настоящее существование и вот выйти из этого это только высший свет может блоги тоже об этом написал что если бы люди понимали что избавиться от эгоизма можно они бы так бы себя бы не вели мы все время занимаемся тем что пытаемся ограничить наш эгоизм с помощью хороших манер с помощью каких-то договоров ограничений законов всяких тюрем всевозможных полиций и так далее на самом деле мы видим что это не помогает а как исправить свой эгоизм приподняться над ним мы не знаем и поэтому все время эгоизм растет а мы все больше и больше ощущаем себя страдающими а сейчас когда этот эгоизм становится глобальным вообще не знаем куда от него деться и тут вот возникает просто страх мы не в состоянии ничего сделать ограничить себя никак и возникает очень сложное и серьезное состояние так вот поэтому нам надо быстренько как можно быстрее распространить это знание о том как можно эгоизм исправить и у человечества появится возможность по-другому относиться к себе не постоянно ограничивать бояться а наоборот приподняться над ним и тогда мы выходим из всяких страхов войны уничтожения страданий болезней всяких климатических проблем во всем при подъем над эгоизмом он возможен только с этим высшим светом который нисходит на нас при изучении книги зоор вот поэтому мы ее изучаем и поэтому в течение учебы надо только об этом и думать дальше наш товарищ пол из тасмании из австралии очень далеко удаленное такое место от нас причем даже из городов австралии он пишет я близок к тому что уже рассердиться на всю свою жизнь и чувствую себя неспособным быть соединенным с другими как мне преодолеть вот эти ворота вот эти ступени чтобы хватило терпения признания и чтобы оставаться на связи со всеми и быть соединенным вместе с другими ну вообще конечно Австралия это особые места там существует такая психология оторванности от мира насколько я знаю у меня там ученики сюда они приезжают на наши конгрессы есть такое ощущение потустороннего даже в Латинской Америке а в Австралии тем более и я это даже чувствовал когда там находился тоже уж слишком это где-то все крутится в другую сторону вниз ногами у меня такое же ощущение было тоже это так но я думаю что все-таки в нашем случае это не непреодолимое вообще препятствие потому что когда мы соединяемся вместе мы при этом действительно можем быть в одном сердце в одной мысли до свидания до следующей встречи субтитры